Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить» Обзор ежедневных событий, происшествий и мероприятий в изложении наших авторов Значимых для жизни горожан событий произошло немало Вот краткий анонс сегодняшнего информационного выпуска Айдав и Ордань Православные христиане отметили крещение Господне традиционным купанием в проруби То, что купающемуся хорошо, то прохожему скользко Установившаяся погода вновь не дает горожанам спокойствия на улицах Так чья труба? Рязанцы из гор Рощи никак не могут понять, кому принадлежит канализационная труба возле их многоэтажки Ну а теперь обо всем подробнее Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают один из старейших христианских праздников Крещение Господне или Богоявление В этот день верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан С которого и началось его служение человечеству Кстати, слово «крещу» дословно в переводе с греческого означает «погружаю в воду» Ну и по традиции в ночь на 19 января повсеместно по России прошли крещенские купания Наибольшей популярностью у горожан по-прежнему пользуется Иордань на Ореховом озере Еще до полуночи на пляже возле Орехового озера начали собираться горожане Всего окунуться в Иордань пожелали несколько сотен человек Перед этим прошел молебен по освящению воды Исторически первые упоминания о празднике крещения относятся к началу 3 века Правда, тогда он отмечался вместе с Рождеством и разделили оба торжества лишь к концу 4 века В 1 века в праздник Бога Явления христианская община пополнялась новыми членами Которые принимали крещение в этот день Праздник крещения Господня или как в древности он назывался Бога Явления Один из двундесятых, то есть самых главных праздников в христианской церкви И самая главная отличительная черта этого праздника, то что мы вспоминаем Это явление Бога Троицы Когда Господа крестил в реках Иордана Иоанн Креститель Он вышел на берег И в виде голубя на него снизошел Святой Дух И голос был с неба, обращенный ко Христу Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение По мнению верующих, вода в праздник крещения Господня наполняется особенными свойствами Она может храниться годами А священнослужители совершают специальный чин по освящению воды Причем молебны происходят не только в храмах, но и на открытых водоемах То, что в этот день освящается, как поется в Тропаре, освящается все водное естество Если мы с вами вспомним курс биологии, то мы с вами тоже стоим по большей части из воды Таким образом, Господь в этот день дает какую-то особую благодать всему живому на этой планете Однако есть несколько распространенных заблуждений насчет купания в пророгах Надо сказать, что с этим купанием связано несколько различных суеверий К примеру, то, что вот это купание омывает грехи Это не так Омывает грехи покаяния Омывает грехи исповедь В общем, народная традиция окунаться в освященную пророг жива и по сей день По данным МЧС, в этом году в России оборудовано 3000 мест для крещенских купаний А в Рязанской области прорублено и освящено почти 30 иорданий Купания в прорубях прошли в довольно теплую для зимы погоду Знаменитые крещенские холода пока не наступили А на дворе сейчас стоит отепель И если купаться на Орешке было, пожалуй, весьма комфортно То про ходьбу по городским улицам этого сказать, ну, никак нельзя Похоже, рязанцам пора закупаться коньками Гололед на тротуарах стал причиной многочисленных ушибов и переломов А вот что явилось причиной гололеда? С этим вопросом мы вышли на улицы города, чтобы узнать мнение горожан Тяжело вам ходить по таким дорогам? Тяжело, очень, боюсь, что упасть Тем более протезированные суставы очень тяжело и опасно А в чем? Нет, дворников не убирают, не посыпают, в чем дело? А мы страдаем Очень тяжело, мы падаем неоднократно А почему такая ситуация? Ну, видимо, плохо очень дворники работают Коммунальные службы не справляются, городские Вот под таким? Да Тяжело, конечно, очень тяжело А почему такая ситуация сложилась по вашему? Ой, мне кажется, не работают дворники Тяжело, мы падаем по чуть-чуть, поднимаемся, опять идем, тяжело А почему такая ситуация? Наверное, каждый должен делать свое дело Тот, кто должен чистить, должен убирать Но ему надо в этом помогать, давать инструмент, финансирование Он же не может руками все это скрести Поэтому все взаимосвязано Тяжело вам ходить по таким дорогам? Ну, конечно, тяжело, скользко А почему такая ситуация сложилась? Как, почему? Ну, значит, коммунальные, они эти не убирают Не посыпают песком Соль или чем надо Посыпать на дороге, чтобы не скользко было А пока тротуары спальных районов в таком состоянии Люди решают проблему по-своему Ходят по проезжей части Впрочем, выбор у них невелик Либо скользить и падать Либо рисковать здоровьем Проходя максимально близко к летящим мимо автомобилям Долго ли такая ситуация будет продолжаться? Неизвестно Скользкий вопрос остается открытым И еще о проблемах простых горожан К нам в редакцию обратилась жительница Многоэтажного дома По адресу улицы Высоковольтная, 37, корпус 2 Жалобы на неразрешимую и пока что тупиковую проблему Там, прямо на улице Еще во время строительства жилого комплекса Была выведена канализационная труба И с тех самых пор, как заехали в свои квартиры жители Труба канализации так и продолжает функционировать То есть нечистоты выливаются прямо на дорогу И соседний тротуар Общалась с жильцами Высоковольтной Оксана Тебенихина Жители сразу нескольких домов На улице Высоковольтной Обратились в нашу редакцию с просьбой о помощи Построенный и введенный в эксплуатацию Летом 2014 года жилой комплекс С трогательным названием Солнечный город Уже успел подпортить нервы своим соседям Канализацию, относящуюся к комплексу Прорвало тем же летом И вот последние полгода Люди вынуждены круглосуточно Терпеть запах туалета в своих квартирах Да и по району в целом Эта проблема является актуальной Масла в огонь добавляет еще один Весьма подозрительный и малоприятный нюанс Эта канализация, она идет от Солнечного городка Застройщик Солнечного городка Дома сам издал А канализация не сдала Ее никто не принимает Ни городской водоканал, ни железнодорожный Звоним в железнодорожный водоканал Они говорят, что мы к этой канализации Отношений мы не имеем Звоним в городской водоканал Там тоже так же отвечают Звоните в железнодорожный Из непрерывно бегущего канализационного ручейка Вдоль дороги образовалось зловонное озерцо Вода продолжает свой путь по проезжей части На асфальте появилась достаточно глубокая ледяная колея Которая не позволяет водителям Беспрепятственно преодолеть солидный участок На выезде со двора Недавно установленная детская площадка Проблему лишь усугубила И это понятно Дороги во дворах нужно расширять А их сужают Да и место для горочек и качелек По правде сказать не самое подходящее Она течет на дорогу Это канализация И там огромная наледь образовалась Огромные такие ямы там И там вообще там машины Все уж погробились Они даже вон заезжают На территорию вот этого На газон Да, двора Уж там уж не знаю Там проделывали колеи Там все кустарники Там все кусты уж поломали Дорога плохая Вся избитая в яму Да, и аварийная И аварийная По надолбам даже аварийная Девузская Девузская тоже очень сильная Потому что вот стоят машины Куда вот унесет По деревьям вот он поедет Я сейчас здесь поеду Вдоль этих машин А он по деревьям Вот и приходится Жителям района Месить ногами смесь из снега И уж извините Отходу в жизни деятельности Когда и главное кем Будет решена проблема с канализацией Вопрос скорее риторический Но с другой стороны Не гражданам ведь Разгребаться с чужими косяками Тут уж, как говорится И не поспоришь Напоминаем, что Телефон информационной редакции Телекомпании Город 720020 и 720021 Если у вас возникают Какие-либо житейские Либо коммунальные проблемы Ну или неудобства То звоните нам И авторы программы Время говорить Постараются помочь Ждем ваших телефонных звонков А далее информация От рязанских полицейских Правоохранители В эти выходные обследовали Пункты приема лома черных металлов И нашли там нарушение закона Сотрудники регионального отдела По организации применения Административного законодательства В ходе рейда Выявили и пресекли Нарушение в работе Пункта приема цветного и черного металла На территории советского района Города Рязани По улице Фирсова Был выявлен факт Нарушений в сфере оборота Черных и цветных металлов Штраф за данное право нарушения На граждан предусмотрен От 2 до 2,5 тысячи лиц На должностных от 5 до 10 И на юридических от 50 до 100 Прием лома цветного и черного металла У населения за вознаграждение Могут осуществлять Лишь организации Получившие соответствующую лицензию Также необходимо соблюдать ряд правил Регламентирующих прием вторсырья Это позволяет контролировать Оборот металлолома И препятствовать сбыту изделий Добытых криминальным путем При сдаче металла Они должны иметь при себе паспорт После того, как сдали Они свой цвет мет Должен составиться акт О приемке И выплаченные денежные средства Всего за прошедший год В ходе рейдов Было выявлено 49 подобного рода нарушений А рязанские дорожные полицейские Продолжили выявлять Как пьяных водителей Так и любителей тонировать стекла Своих машин Инспекторы предупреждают Что по вине темных стекол авто Происходят серьезные Дорожно-транспортные происшествия Сотрудники дорожной полиции В понедельник утром Провели в городе рейд По выявлению нарушений Водителями правил тонировки Уже за первые часы Инспекторы составили 11 протоколов Об административных правонарушениях Так, за 2014 год Было выявлено 14 982 административных правонарушения Связанных с тонировкой Недостаточная видимость Является одной из причин Пополнения печальной статистики Дорожных происшествий Рейды ГИБДД Направленные на выявление Данного рода правонарушений В нашем регионе Проводятся регулярно А любителей Так называемых Закатанных авто Меньше не становится Ведь штрафные санкции Позволяют им нарушать Цена вопроса 500 рублей Тонировка тонировки рознь Несомненно Самым страшным преступлением Автомобилиста Является вождение В состоянии алкогольного опьянения Как произошло? Что случилось? Я разъехал Мне затащил Вода Стащил с дороги? Да А вы спиртное употребляли сегодня? Да Много? Да нет 0,5 О, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Достаточно 1,022 0,22 Это же много Да, это немножечко многовато Допустимая норма 0,16 В пятницу, 16 января Один 59-летний господин Приняв на грудь Сел в свой автомобиль Марки «Фольксваген» И поехал по делам Однозначно Не терпящим отлагательств Итог весьма и весьма плачевный В Скопинском районе В селе Маховое 59-летний житель села Управляя личным автомобилем «Фольксваген» Находясь в нетрезвом состоянии Совершил наезд на двух пешеходов Находящихся на обочине В результате дорожно-транспортного происшествия Один из пострадавших был госпитализирован С переломом обеих ног И переломом плеча Другой пострадавший отделался ушибами и ссадинами В пятницу Рязанская областная библиотека имени Горького Отпраздновала 157-ю годовщину со дня своего основания Дата, конечно, не круглая Однако прошлый год выдался богатым на события в библиотечном деле Главная библиотека города и области Отмечает 157-летие И мы с вами узнаем, как проходит праздник И как в современном мире книги конкурируют с электронными гаджетами Впервые библиотека распахнула свои двери для рязанских читателей В далеком 1858 году За это время центр чтения не раз менял адреса Поочередно размещался он на улицах Семинарской, Астраханской, Соборной и Почтовой Привычное для всех здание библиотеки открылось в 1964 году И до сих пор Горьковка сохраняет за собой статус не только передовой библиотеки Но и культурного центра города Здесь работает киноклуб, проводятся тематические выставки И интересные читательские акции Все эти фотографии, личные вещи предоставила нам семья Пироговых Также здесь предоставлен сценический костюм его В котором он исполнял партию Бориса Гудунова И концертный костюм Александра Пирогова Все это было подарено Большим театром нам в библиотеку И вот у нас как бы здесь мини-музей В нынешнем году жители региона ждут яркие проекты Такие как «Регион 62. Территория чтения» В рамках акции рязанские писатели и сотрудники библиотек Встречаются с жителями отдаленных населенных пунктов Центральным событием прошлого года стало проведение Всероссийского библиотечного конгресса Который собрал в Рязани гостей со всей страны И подтвердил высочайший уровень развития местных библиотек А в конце года на встрече представителей российских библиотек С премьер-министром Дмитрием Медведевым Обсуждался вопрос деятельности национальной электронной библиотеки Несмотря на современные тенденции Электронное чтение вряд ли сможет вытеснить классический бумажный вариант Наш век очень большой, конечно, получил распространение электронная книга Но дело в том, что многие наши читатели, которые приходят к нам Говорят о том, что они не могут читать из электронной книги Они не могут воспринимать текст и не могут видеть образы героев Они не могут фантазировать или как-то воспринимать произведения Открыто, живо, с электронной книги Кстати, что касается цифр, то фонды Горьковской библиотеки Сейчас превышают миллион экземпляров А число регулярных читателей составляет больше 40 тысяч жителей области Но, конечно, не только о цифрах речь пойдет в программе подробности Где гостем в студии стал директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина А на сегодня это все, и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин